Привет! Записываю разбор «Было» стало по задаче создать страницу для фотокниги из любимых фотографий. То есть основная штука здесь – показать дискрипт, объяснить этой страницей, что фотокнигу заказать просто. То есть шаги раз, два, три и загрузить фотографию. То есть изначально задача была поставлена создать короткую страницу, то есть на одном горизонтальном формате. Здесь мы получили страницу, разделенную на несколько этажей. Это уже замедлило восприятие, поэтому я сделал обычный, простой горизонтальный формат. Всю информацию разместил внутри и получилось все равно легко и понятно. Значит, из ошибок конкретных по типографике и верстке, которые я хочу озвучить, то есть вот мы используем шрифт здесь – PlayFairDisplay. В атрибутах здесь очень много чего наворочено. Вот, во-первых, у нас используется и жирный, и псевдожирный. То есть псевдожирный сразу можно отключать. Его желательно не использовать, если в начертании есть жирный. Дальше. Нам не нужна вот эта разрядка, если мы используем строчные начертания. И если задачу можно решить использовать только Regular, нам не нужен Bolt. Вот. То есть вот получается вполне аккуратный заговор. Вот. Я его чуть-чуть увеличил, взял чуть-чуть больше интерлинияж. Так. Дальше. Вот здесь те же самые проблемы. Разрядка в строчных не нужна. Убираем. Ну вот. И так далее. Значит, алгоритм какой? Создаешь формат. Дальше на этот формат размещаешь все, что нужно. То есть создать любимую фотокнигу, заказ онлайн-доставка в любой город РТРФ, ценник. Как заказать фотокнигу. Шаг раз, два, три. Все фотографии пользователя являются конфиденциальной информацией. Согрузить фотографии и готовую фотокнигу можно забрать там-то. Значит, вот вся инфа здесь. Значит, теперь. Как я разместил информацию? Значит, одна третья – это изображение, две третьих – это текст. Так, и заголовок должен быть самым видимым, поэтому кегль такой, чтобы сделать его заметным. Вот. Потом все второстепенные надписи. Я для них подобрал шрифт Proxima Nova Regular. Но здесь мы выполняем работу по целевой, целевая работа. Вот она. И здесь как раз прописаны шрифты, которые, в принципе, и можно брать. Ну, так у меня шрифта готом не было. Так, где он? Так, colors. Где, 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 где шрифты? А, вот, все. Сейчас найду. Значит, здесь для заголовка шрифт PlayFairDisplay, вот он. И шрифт Gotham, вот он, для абзаца. Значит, Proxima очень похож на Gotham, потому что он геометричный. Практически, да, геометричный. Вот. И можно использовать начертания Regular и Light. Значит, дальше. Как строится вот этот модуль? Основной заголовок – якорь. Дальше под заголовок вот этот отступ больше, чем вот этот вот Intralineage. линейаж заголовки. Потом мы описываем шаги даже без стрелок. Все равно у нас все хорошо читается и объединяется. То есть, вот у нас отдельная кучка контента. Вот у нас отдельная кучка контента, но внутри заголовка. Значит, и кнопка «К» заголовку. Значит, дальше. Для того, чтобы ловить фокус вниманием на шагах, я сделал цифры 1, 2 и 3 вот этим шрифтом PlayFair Display и сделал в целевом, в цвете целевой работы. То есть, вот они, элементы. Ну и здесь, соответственно, цвета нам даны. Так. Где, где, где? Опять не могу найти цвета. Тайпографии. Окей. В общем, цвета где-то вверху. А, вот они, Colors. Вот они. Значит, дальше. С этим понятно тогда. Вот эта подпись принадлежит к кнопке. В кнопке тоже решил вопрос с типографикой, с разрядкой. Здесь я поставил разрядку всего лишь 100. Вот. И All Cups. Если буквы строчные, ой, точнее прописные, тогда их нужно разряжать. Окей. Дальше. Вход для клиентов поставил в якоре. Москва, Ленинградский, въехали внизу. И где я нашел фотографию? У меня была задача найти фотографию на светлом фоне. Вот. Я начал искать. Значит, Hard Color Photo Book. Вот здесь вот можно использовать интрибуты Color. Светлый. Вот. Вот эта поисковая выдача. Я, по-моему, куда-то залез. Из серии вот. Да, вот сюда вот. Мне понравилась вот эта фотография. Я перешел на сайт. И с этого сайта я взял фото. Значит, конечно, для настоящей работы нужно фотографировать. Для учебной работы можно взять, позаимствовать с какого-либо сайта. Вот. И все. Вот здесь я добавил навигацию, которая позволяет сменить изображение и цену. Получился такой вот горизонтальный формат. Ну и телефон сделал в том же шрифте. И поставил в правую верхнюю углу. Вот такая работа получилась. Собственно, ключевой момент. Не усложняйте работу. Не, точнее, используйте, пользуйтесь правилами типографики. И делайте так, чтобы работа была чистой. Чтобы были видны вот здесь модули. Ну вот. Спасибо за внимание. И до следующих видео. Спасибо. Спасибо.